Привет, родные! И осень официально наступила, поэтому время снимать осенние видео. Как вы уже знаете, я очень люблю осень, я просто обожаю осень и все, что с ней связано. За последнюю неделю я посмотрела, наверное, 5 или, может быть, 6 или даже больше различных видео на тему осеннего тега, или autumn tag, или I love fall tag. И, конечно же, мне тоже захотелось снять что-нибудь на эту тему, но те вопросы, которые я нашла на русском, мне не совсем понравились, потому что они мне показались достаточно по-осеннему волшебными, поэтому я решила придумать свои сама. Ну и, конечно же, если вам сегодняшнее видео понравится, и вы захотите снять свое видео с этим тегом, или, может быть, написать пост в блоге или в инстаграме, пожалуйста, используйте их. И, конечно, мне будет приятно, если вы сохраните авторство. Ну а теперь переходим к самим вопросам. Мы собирали разные вопросы, пытались собрать базовые, которые всегда входят в осенний тег, и добавить что-то свое, что у нас лично ассоциируется с осенью. Самый первый вопрос, конечно же, это будет любимый месяц осени. У меня самый любимый месяц осени, это будет октябрь, с самого начала, это такой даже переходный период от конца сентября к октябрю, потому что это тот момент, когда все деревья становятся золотыми, или рыжими, или красными, и такими по-настоящему, по-осеннему волшебными. Любимый осенний лист. У меня один из самых любимых осенних листов, это будет дубовый лист. Мне просто нравится их круглая форма и такой слегка медный, золотистый оттенок. Мне нравится вкладывать их в книги и потом находить, например, летом или даже зимой, как они, как закладки лежат в книжке. Запах прелых листьев или горячего какао. Однозначно запах прелых листьев, потому что горячий какао, это, конечно, тоже очень круто, но горячий какао можно почувствовать и зимой, особенно зимой. О, я уже прям предвкушаю зимний тег. А запах прелых листьев, он настолько особенный, и он только в осени, только один раз в год. Следующий вопрос. Бежать от дождя или гулять под дождем с ярким зонтиком? Однозначно гулять под дождем с ярким зонтиком. Любимый осенний фильм? Я про него рассказывала уже много раз, но именно этот фильм у меня ассоциируется с осенью. Это фильм «Вам письмо». Не знаю, наверное, потому что там самое начало происходит как раз осенью. Это осень в Нью-Йорке, книги, кофе, горячий шоколад, там все вместе, музыка, атмосфера, отношения по переписке. Все так красиво, мне очень нравится, и это вызывает именно какие-то теплые, уютные ощущения. Поэтому я люблю этот фильм пересматривать именно осенью. Ну и еще, конечно же, это фильмы про Гарри Поттера. Любимая осенняя книга? Для меня это книга «Шоколад». Возможно, вы многие видели фильм, снятый по этой книге, но я люблю именно книгу, потому что она с какой-то такой своей особенной атмосферой, и мне нравится читать ее осенью. Потому что, опять же, наверное, шоколад. Осень, осень, шоколад. Яблочный пирог и запеченные яблоки. Это сложно. Мне очень нравятся запеченные яблоки, когда они с медом и орехами, и такое прям вкусно-вкусно. Но, наверное, все-таки я выберу яблочный пирог, просто потому что я обожаю яблочный пирог. Просто когда он горячий, с свежесваренным кофе. Следующий вопрос. Любимая осенняя традиция? Для меня это будет традиция, когда начинает идти дождь. Мне сразу хочется взять с собой зонт и пойти в любимую какую-нибудь кофейню, и сесть там возле окна с любимой книжкой, и с каким-нибудь таким уютным стаканчиком с кофе, либо с какао, и сидеть смотреть, особенно если это вечер, как дождь идет, и отражаются фонари, отражается светофор, и люди бегут по своим делам, и еще когда на асфальте такие осенние листья, они такие, как золотые монетки. И все это вместе, это такая именно реально любимая осенняя традиция наблюдать из окна, когда идет дождь, греться. Да. Теплый плед и любимый свитер. Я выберу теплый плед, потому что мне просто нравится именно ощущение, когда ты укрываешься теплым пледом, и ты как будто бы тебя прям обняли. Это так по-особенному. Далее такой шуточный вопрос. Что может быть лучше Гарри Поттера осенью? Только все части Гарри Поттера осенью. У вас, кстати, есть какая-нибудь самая любимая из всех частей? Напишите в комментариях. Мне будет интересно знать, потому что у всех они всегда разные. У меня это самое любимое, это будет первое. Потом Кубок Огня, и я еще люблю часть, которая Принц Полукровка. Это мои самые любимые. Не знаю почему, вот просто самые любимые они. Любимый завтрак осенью? Это свежий кофе, горячий яблочный пирог и шарик мороженого. Это вообще не завтрак. Не сказать, что это прям хороший завтрак, но это ведь вопрос про любимый самый завтрак. И это будет он. Отпуск в осенние горы или на пляж у моря? Конечно же, в осенние горы. Только осенние горы. Горы, 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 горы. Горы. Вечерний поход в кино или вечер с любимой книгой? Если речь идет о кино под открытым небом, и это теплый осенний вечер, то я выберу, конечно же, кино. Но так, в принципе, мне нравится сама атмосфера, именно сидеть с любимой книжкой вечером и слушать любимую музыку, какой-нибудь легкий джаз. И последний вопрос. Это скорее такой вопрос-задание. Назови пять любимых занятий осенью. Первое, это будет, как бы это ни звучало, сменить прическу. Я как раз это уже сделала. Я немного покрасила кончики волос в такой медный, золотисто-медовый оттенок. Правда, он быстро смоется, но мне все равно нравится, что сейчас они такие по-настоящему осенние. Второе, это будет сходить на осенний пикник. Это уже как традиция, мы в прошлом году ходили, и в этом году я тоже надеюсь, что будут еще теплые сухие дни, когда можно будет пойти с пледами, с горячим чаем, взять с собой сезонный вкусный мед, какие-нибудь клевые шоколадки и сидеть, пить чай и смотреть, как листья падают на ветро. Третье, это собирать различные осенние дары природы, скажем так, то есть именно коллекционировать листья, отправиться в какой-нибудь парк и собирать красивые листья, чтобы потом их засушить или сделать из них какой-нибудь декор, может просто собрать их в букет. Это тоже такая особенная осенняя традиция. Далее, четвертый, это будет начать какой-нибудь новый проект. Мне нравится именно осенью начинать новые дела, какие-то новые задумки, как раз то, чем я сейчас и занимаюсь, и именно осенью получается все как бы как с чистого листа. И пятое, это будет варить горячий шоколад. И я стараюсь каждую осенью находить какой-то новый, особенно любимый рецепт горячего шоколада, пробовать разное. Так что, если у вас есть любимый, самый-самый любимый, идеальный рецепт горячего шоколада, пожалуйста, напишите в комментариях. Ну вот и все, это был мой осенний тэ. Надеюсь, вам понравилось и было интересно, и возможно, это вас вдохновило на то, чтобы чуть больше полюбить осень в каких-нибудь мелочах. Все вопросы по этому тэгу я оставлю в описании видео, чтобы вы могли тоже на них ответить, если хотите, если у вас будет желание. Так что вот, прибудет осень с вами, хорошего вам дня, обнимаю и пока. Субтитры сделал DimaTorzok